Во время казахско-джунгарских войн, 18 век, ну знаете, здесь весь казахский народ участвовал в этой войне. Это была война за, ну так будем говорить, период такой. Будет этнос, не будет этнос. Не то что государство, а даже этнос мог исчезнуть. Она такая политика в 18 веке. Время определения границ называется. И так столкнулись просто, так будем говорить, два почти по своему образу жизни одинаковых народа, кочевых. Ну это понятно. Давайте про лошадей, вот мне интересно. Какие были лошади у ханов? Ну у ханов, естественно, в соответствующих статусах, хан должен быть лошадь соответствующая, по всем статьям она должна подходить. Она должна быть взрослой, боевой лошадью должна быть. Вот в частности могу привести, допустим, был один главнокомандующий, великий главнокомандующий из рода Найман, Харахири Хаванбай. Ну вообще на самом деле его имя было Яросел. Ну в свое время, он еще в детстве где-то 16-18 лет там проявил свои подвиги и получил такой титул Хабанбай. Ну оказывается и у Арстарда, и Хазахстарда. Есть такое слово Хабан, это дикие свиньи. Их казахи не ели по мусульманскому обычаю. Нет, мы обратно ушли в сторону. Но он был огромного роста, Батыр был огромного роста. Очень много человек одерживал победой. И соответствующий весь род гордился им, Найманы гордились и подумали, не подобает такому великому нашему полководцу, великому нашему Батыру ездить неподобающей лошади. Должен быть боевой конь соответствующий. И весь род, Найманский род считал своим долгом намос, доблесть, честь рода собрать и нашли такую великую, великую, величайшую лошадь. Эта лошадь, она вошла в историю и даже имя ее есть Кубас. Вот, Рахмет, вот. Вот поэтому, друзья мои, я и говорю, что я ей уже сколько видео сделал. Вот смотрите. Разве соответствует вот эта вот лошадь, видите, на фотографии, лошади Аблайхана? Аблайхан был один из великих ханов нашего, казахов. А у него лошадь, знаете, я с детства вырос среди лошадей. Я вижу эту лошадь только на сёгом. Это не соответствует. И в руке у него меч перевернутый. То есть меч перевернутый. То есть как бы, знаете, миролюбивый, такой, знаете, такой сладенький, такой, знаете, он никого не тронет, он такой. На самом деле он с юности был батыром, победил джунгарского батыра, значит, в единоборстве. Я об этом делал, видео можете посмотреть. Поэтому я считаю, вот я и задавал вопрос, вот сейчас вот к нам приехал в город Хазалжар, значит, потомок Аблайхана. И задал ему вот этот вопрос. И он тоже недоволен, вы видели, да? Он тоже говорит, надо менять. Поэтому я говорю, это всё вот идёт обратно же, я говорю, оттуда. С назарбаевской идеологии, вот это мир, дружба, жвачка, знаете. А должно быть всё реально. Как должно быть.